всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 и так сзади меня видите находится катер як-65 его название на который в данный момент делается ходовой тент ходовой тент делается полно ростовой высота в тенте будет достигать где-то 188 ну в районе 188 сантиметров это высота дудук то есть ну на самом деле где-то она такая на финише и получится тент большой катер сам не маленький 65 6 полметров размер это такая специализированная кто не видел як-65 посмотреть в принципе прикольная лодка делались они в свое время у нас ярославле но соответственно верфь сейчас закрылась насколько я знаю то есть эти катера больше не делаются они были в каютном варианте были в таком варианте рыболовом с точки зрения рыбалки стать очень неплохо то есть она имеет шесть полуметра в длину вот имеет хороший рига на выобразка соответственно для рыбинского например моря то есть а вот и делалось для рыбинского водохранилища в принципе это оптимальный вариант катера для рыбалки здесь можно огромное много места огромный нос вообще принципе вот интересно почему на нее и делается нормальный тент родной тент был сделан из пвх материала на алюминиевых дугах вот они здесь валяются у меня их демонтировали то есть этот как его называется ставим дуги ставим на специально изготовленный крепеж не штатный потому что штатный крепеж сюда не поставить то есть ставим на старое место то есть все это дело переделали и в принципе сейчас в данный момент дуги уже выставлены можно посмотреть уже я натянулся лафан от морды до кормы относится до кормы точнее и в принципе можно понять контуры тента который как все это будет получаться поэтому сейчас я сниму камеру и расскажу вам о концепции полнорастового ходового тента еще до момента его начало полноценного изготовления то есть а сейчас я уже отрежу контур крыши у меня уже сделано полностью вся разметка и начну заниматься его изготовлением вот пока давайте я сейчас тормознусь и покажу вам тент еще не тент а саму концепцию как это будет со всех сторон давай час пауза и так вот ходовой тент это кон не ходовой тент это пока концепция то есть надет целлофан выровнены углы определенное место положения молнии определены где будет стоять люверс и для того чтобы производить оттяжку непосредственно крыши и носовой части крыши тента пока сейчас видите вот это вот красная линия это изначально стропа которая определяла форму непосредственно самого будущего тента то есть это форма концепции положение дуг а теперь согласно нее ведь все в принципе сейчас я отрежу вот по этой по нижней кромке полос полосы вот это вот это малярного скотч и в принципе после этого после этого буду уже изготавливать крышу тента то есть она сейчас полностью вся размещена размещены все положения дуг размещено положение всех элементов которые будут находиться на крыше а так ну спереди и сбоку это будет вот таким макаром вывелись здесь конечно ничего еще не натянут потому что все таки это слофан просто установленный для того чтобы понять какая будет форма крыши то есть в данном случае слофан от кормы до носа нужен исключительно для того чтобы определиться с формой крыши который с формой крыши которая должна получиться чтобы соответственно тент ну вот задние и носовая часть боковые части они автоматом лягут нормально задняя часть будет соответственно и носовая попадать по контуру по контуру лодки дуги выполнены на скользящем крепеже соответственно вот эта дуга фиксирована она фиксируется складывается вровень с основной дугой на которой все установлено вот здесь были изготовлены вот такие вот площадки здесь еще все это обработается мероприятие то есть это пока просто вот установлена а вот эта дуга она из выполнена будет настраиваться путем непосредственно сейчас она задает высоту на корме для того чтобы увидеть вот получалось водитель но не водитель пассажиры который будет сидеть на корме то есть и ну и водитель в том числе могут совершенно спокойно в полный рост беспроблемно доходить до крыши не пригибаясь то есть это основная задача полноростовых тентов чтобы человек ходил совершенно спокойно они ползал свои лодки раком как этот непонятно кто то есть это мне вот такая концепция когда нужно раком ходить по собственной лодке она мне вообще не понятно а так вот видите крыша в принципе будет здесь будет дуги дополнительно нужные карманы на молниях то есть их место уже определено положение с куда они они смотрят тоже определено но так все то есть вот таким образом если когда тент будет складываться вот эта дуга на крепеже на скользящем будет опускаться до низа соответственно выравниваться вровень вот с основной дугой вот с этой на которой она висит и складываться соответственно на боковой на основную дугу дальше это все уйдет будет ложиться на площадку вот на эту на задней кринолина а так когда нужно поднять но это как бы кого-то это смущает но это единственный способ нормальные грамотный как без дополнительных системы дуг то есть выполнить вот такой вот элемент когда можно сделать нормальную ровную крышу нормальный сеток посадку на кормовом диване ведь как здесь и сделать это можно без геморрой на то есть вот а так крыша будет натянута четырьмя яхтенными люверсами через веревочные оттяжки с 2 2 пойдет вот к этим уткам 2 пойдут вероятно вот к этому верному ограждению это вот валяется старый тент он был сделан кстати из пвх материала но это как находиться с лафан то же самое то есть там ни о каких не дышащих ничего никаких свойств не идет единственное конечно это долговечность и соответственно прочность и стопроцентная не текучесть особенно если швы проклеить тоже не проклеены и швы полюбас все равно будет течь все смотрите как будет данный тент получаться а так вот таким макаром бить все сейчас берет обрезаю здесь будет вот такая отвесная практически корма потому что сидушка стоит вот таким образом для того чтобы создать пространство и после того как все сделается и вот смотрите какой будет комфорт то есть в лодке будет комфортно находиться под тентом я думаю что владелец если раньше он постоянно снимал потому что был неудобно то здесь он наверно его оставит и будет пользоваться просто им постоянно тем марик продолжение вот так будет выглядеть крыша варианте для мини топ непосредственно здесь будет стоять люверс на люверсы с веревочными оттяжками на корме то же самое и собственно говоря вот это получится посмотрите как это все будет получаться а так это вот мини топ по сути своей проектами не топа для катера як 65 показываю вот такой тент получается такой тент разработан и он таким и будет то есть у него как я уже говорил будет крыша крыша в виде бимини топа соответственно ее можно продлить наклонить или еще что-то сделать например вывести ее больше на то место над водитель с точки зрения водителя где ему выгнать то есть он закрывает в принципе вот водитель свое место в данный момент до кормы за лобовое стекло поскольку все-таки ходовой тент это не выходит будут соответственно две боковые съемные панели передняя съемная панель задняя съемная панель спереди и сзади будут соответственно двери то есть для выхода на нос и соответственно выход нам для мотора но к мотору так что вот затем как будет получаться данный ходовой тент можно будет следить у меня на канале то есть я сниму отдельно несколько роликов обязательно потом я сниму обзорный ролик по катеру як 65 вообще что просто вы посмотрели как все дело что это закатит что просто как и уже говорил я сейчас всегда снимаю российские лодки их во первых много а во вторых они все неизвестные в основной массе то есть нужно чтобы люди которые ищут себе лодку для каких-то конкретных целей могли понимать и иметь ввиду что вот такие катера существуют то есть это очень принципе неплохой вариант катера с учетом того что он не выпускается уже достаточно давно кстати вот он зимой планирует прийти ко мне большой ремонт то есть у него будет меняться полы переделываться будет местами ну там будет решиваться салон то есть там работ будет много но это говорю это вопросы зимнего ремонта а так сейчас все вот смотрите вот такая вот концепция ходового тента полный ростового ходового тента с высотой порядка 190 сантиметров в принципе получается будет выглядеть вот таким макаром все подписывайтесь на канал ставьте колокольчики чтобы получать уведомления о выходе новых роликов и тогда если вам интересно как развиваются события по данной лодке то есть вы сможете все это дело оценить в оперативном режиме не надо будет искать ничего если данная тема вам будет интересно то что будут приходить уведомления будете просто по ссылке проходить смотреть как получается тем вот такого плана на такого плана катер спасибо за внимание вопросы и прием заказов на пошивку изготовления тентов через почту 1серж23sobarcomail.ru как я уже говорил бимини транспортировочные тенты стояночные тенты для за носовой платформы носовой соответственно площадки можно заказать дистанционно ходовой тент нельзя все спасибо за внимание до свидания